Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Со временем любой пользователь социальной сети задается вопросом, можно ли удалить или заблокировать свой аккаунт или к примеру паблик. Желание удалить свою страницу в одной из социальных сетей может возникнуть почти у каждого пользователя и это вполне нормальная потребность и причин по которой она может возникнуть тоже множество. В этом видео мы детально разберем как заблокировать или удалить свою страницу или паблик социальной сети ВКонтакте. Сделать это можно несколькими способами. Мы рассмотрим как удалить страничку с помощью браузера на ПК и с помощью смартфона и так давайте начнем. В первую очередь давайте рассмотрим как удалить страницу. Самый простой способ это сделать через настройки страницы. Этот вариант доступен только через браузер, то есть через официальное приложение на Android или iOS воспользоваться им не получится. Но не волнуйтесь удалить учетную запись с мобильного устройства тоже можно. Этот способ подойдет как для компьютера так и для телефона. Единственное условие это наличие браузера. Чтобы выполнить удаление в браузерной версии сайта на компьютере, телефоне или планшете нужно сделать следующее. Открываем браузер, загружаем свою страницу, справа вверху кликаем по имени и открываем настройки страницы. В самом низу страницы настроек есть пункт «Вы можете удалить свою страницу», жмем по нему, после чего откроется окошко, в котором вас попросят объяснить почему вы стираете аккаунт. Вы можете это не указывать, просто выбор вариант «Другая причина». Еще здесь можно установить отметку, отвечающую за то, нужно ли рассказать друзьям об удалении вашей страницы или нет. Выбираем причину удаления и подтверждаем действие. После подтверждения действия страница будет удалена, но в течение полугода ее можно будет восстановить, при этом никакие данные с нее потеряны не будут. Точная дата, когда страница будет стерта окончательно указана на сайте. Важный момент. Если вы зарегистрируете новую страницу на номер, на которой была зарегистрирована удаленная страница, то восстановить удаленную возможности больше не будет. После этого старая страница будет удалена окончательно. Если с помощью этого способа удалить страницу вам не удалось, есть еще один. Использовать его стоит лишь в том случае, если предыдущий не работает. Для удаления своей страницы вы можете обратиться в техническую поддержку сайта, ссылку я оставлю в описании. Здесь вам нужно будет подробно описать причину, по которой вы не смогли удалить ее стандартным способом и отправить запрос на удаление страницы в техническую поддержку. Минус этого варианта заключается в том, что ответ от поддержки может идти несколько суток, при этом не факт, что поддержка сразу согласится удалить аккаунт. Возможно от вас потребуются дополнительные данные или действия для удостоверения личности. Как я говорил ранее, после удаления аккаунта у вас будет возможность восстановить его в течение полугода. Если вы окончательно решили удалить страницу без возможности восстановления этот процесс можно ускорить. Для этого нужно зарегистрировать на номер, на который была оформлена удаленная страница, новую учетную запись. В этом случае вторая страница окончательно будет удалена и возможности ее восстановить не будет. Все же вам не обязательно удалять страницу, вы можете ее просто очистить. Альтернативой удаления будет полная очистка всех данных, находящихся на странице. Единственный минус такой альтернативы, что все это придется делать вручную. Нужно будет вручную по отдельности удалять все фотографии, видеозаписи, музыку и другие файлы. Чтобы не удалять все это, есть еще один способ, который с очередь и более безопасный. Просто скройте видимость всех элементов вашей страницы для других пользователей. Используя этот метод вы можете сделать невидимыми фото, видео, музыку и остальные файлы для всех друзей, подписчиков и только определенных пользователей. Для этого в настройках страницы перейдите в раздел приватность. Здесь вы можете выставить все нужные вам параметры того, что и кто будет видеть на вашей странице. Установите для каждого из пунктов нужные вам значения. Используя этот метод с настройками приватности, вы сохраняете свою страницу и все данные находящиеся на ней, а также скройте данные для других пользователей. А если вам нужно удалить группу, паблик или же публичную страницу, то и это возможно, хотя немного сложнее. Здесь есть один нюанс, чтобы окончательно стереть паблик нужно быть его создателем, администраторы сделать этого не смогут. Если вы являетесь создателем, откройте свою группу, перейдите в раздел участники и выберите здесь подраздел руководители. Здесь удалите всех редакторов, администраторов и прочих людей из этого списка, нажав напротив каждого кнопку разжаловать руководителя. Если же вы не назначали никого в управляющие, то и удалять никого не придется. И вот теперь более долгий процесс, особенно если у вашей группы немалое количество участников, каждого из них вам придется удалить вручную. Перейдите к подразделу все участники и удалите через него всех людей вступивших в группу просто кликнув сюда левой кнопкой мыши. После удаления всех участников возвращаемся к ленте. В ленте вам нужно будет удалить все имеющиеся здесь записи. Для этого нужно кликнуть по крестику напротив каждого из постов. Ну вот и все, мы на финишной прямой. Остался последний шаг выйти из группы самому. Кнопки удаления здесь нет, но если создатель паблика выходит из него, удалив всех пользователей и записи со стены, то она через некоторое время стирается автоматически. Чтобы окончательно удалить ее, просто выходим из группы. Для удаления страницы с мобильного устройства или планшета вам тоже придется воспользоваться браузером. В браузере приходим по адресу социальной сети ВКонтакте и логинимся на свою страницу. Зайдя на страницу вам нужно будет произвести те же действия, что и в браузере на ПК. Три полоски, шестеренка, общие. Внизу вы можете удалить свою страницу. Выбираем причину и жмем удалить страницу. Если этот способ не помог, обратите в техническую поддержку. Также, чтобы удалить старую страницу, вы можете начать создание новой. При создании аккаунта на номер, на который уже заведена учетная запись, сайт спросит у вас действительно ли вы хотите удалить старую страницу и зарегистрировать новую. Если вы подтвердите это действие, то старую страницу восстановить у вас возможности больше не будет. Если у вас вдруг возникла какая-то другая ситуация, в которой нельзя удалить страницу через настройки аккаунта или возникли проблемы с созданием новой учетной записи на старый номер, то обратитесь в службу поддержки. Подробно опишите в чем заключается проблема и почему вам не подходят все вышеописанные способы. Они вам в этом помогут. Ну и в завершении подведем итог. Как вы уже поняли удалить страницу не проблема, но к этому процессу нужно подходить осознанно. Потому как будет неприятно после удаления вдруг вспомнить, что в вашей переписке осталась важная информация, нужное фото или контакт. Удалить профиль можно тремя способами через настройки аккаунта, техническую поддержку и создание новой учетной записи на старый номер. Если использовать первые два способа, то удаленную страницу можно будет восстановить в течение некоторого времени. Удалив страницу по третьему способу вернуть ее уже не получится. Если же доступ к странице был утерян, то сначала восстановите пароль, а потом удалите ее и создайте новую страницу на мобильный номер привязанный к ней. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.